Вот так в Эмильяновском районе решили избавиться от старой травы. К трактору подцепили горящую шину и протащили по полю. Она оставляет за собой полыхающий след на сотни метров. Огонь поглощает все до считанные секунды. На этот раз владельцы участка поймались по личным. Пламя не успело подступить к лесу, его вовремя потушили. Собственнику земли теперь грозит штраф за поджог. А это Назаровский район. Здесь на прошлой неделе всего за сутки выгорело больше 20 тысяч квадратных метров. Полыхала и трава, и дачные массивы. Огонь слезал деревья в Ачинском районе, досталось и Енисейскому. С началом пожароопасного сезона уже выгорело больше 24 тысяч гектаров. И половина пострадавшей территории леса. Причины такой жаркой поры не только в сухой земле и сильном ветре, но и в плохой подготовке на местах. Не обеспечиваются противопожарные мероприятия, на земле сельхозназначение. Не создаются минерализованные полосы, специальные заградительные барьеры. Не производится опашка. И возникающий пожар, который выжигает стерню, выжигает полеглую траву прошлого года, переходит безбарьерно на государственный лесной фонд. 618 пожаров за два месяца, спасатели говорят, так же сильно. Край горел в первой половине 2017-го. Виновных ищут и находят. Возбуждено три уголовных дела. Составлено больше тысячи административных протоколов. За нарушение правил пожарной безопасности виновные уже заплатили около 8 миллионов рублей штрафов. Наказывать за неосторожное обращение с огнём будут и дальше. Причём возмещать придётся и все затраты на тушение. Эти затраты могут быть от нескольких тысяч до миллионов рублей, когда применяется авиация. А такие случаи применения авиации у нас были. Мы работали авиацией с водосливными устройствами, когда была угроза возгорания в районе Лесосибирска. Поджигатели в Лесосибирске задержаны. Органы правоохранительные ведут с ними работу. Спасатели говорят, в жилых массивах люди, по сути, поджигают сами себя. Дети балуются спичками, а взрослые на свой страх и риск запаливают траву у дома. Пока пожары поутихли. Сейчас в регионе 10 действующих возгораний в режиме ЧС Канск. Там уже несколько лет горит полигон. Но огненный сезон только начался. Анастасия Тилия, Алексей Гусев, Енисей. Новости.